Приветствую вас! В первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на то, как вы задаёте свой вопрос. А задаёте вы его так, что вот есть определённая ситуация, вот, есть определённые обстоятельства, ну, у вас, в вашей жизни, которые сложились, вот. А, значит, определённые обстоятельства в вашей жизни совершенно очевидно вам не получат. То есть вам это не нравится, то, что происходит. По-видимому. Вот. Но вы не знаете, что делать и спрашиваете нас. Хотя мы не знаем, что делать также. Я объясню, почему. Объясню, почему мы не знаем, что делать. Дело в том, что жизнь, в которой вы живёте, она ваша. И вам, вот, только вам решать, как будет она протекать. Как будет она проходить. Соответственно, вам решать, как дальше себя вставить, как дальше себя позиционировать, вот, что дальше делать и так далее. Вам дальше решать, это исходя из своих желаний, исходя из своих целей, исходя из своих предпочтений. Вот это то, что вам можно и нужно порекомендовать. То есть, иными словами, ситуация обстоит следующим образом. Мужчинам, так или иначе, скорее всего, не изменится. То есть, вот, его позиция, его позиция такая, да, она не изменится. Позиция, что вы должны ему, например, что-то доказывать постоянно, да, и так далее. Позиция, позиция, не изменится. Она останется такой. Почему она останется такой? Ну, потому что человек явно придерживается таких взглядов. на отношения, на семью и так далее. Это не обязательно плохо. То, что происходит. Вы поймите, это не обязательно плохо. То, что происходит. На самом деле, может быть, это даже неплохо. Может быть, это хорошо. Для него. Но подумайте, что если вас эта ситуация не устраивает. Если вам кажется, кажется, что, ну, например, что либо вы должны все-таки как-то на более легальных правах для себя жить, либо, если вы считаете, что мужчина о вас не заботится, или вы считаете, что ему просто все равно на какие-то вещи, связанные с вами, что в таком случае, вам нужно, конечно, от него отдалиться. Потому что, в противном случае, вы рискуете себя обесценить. А это, как вы понимаете, неприемлемо. То есть, обесценивать себя, это абсолютно неприемлемая история. Вот. И вряд ли мужчина будет вас больше ценить, если вы будете себя обесценивать. Вот. То есть, еще раз. Да, еще раз. Чтобы вы правильно понимали текущую историю, текущий момент. У человека есть свои взгляды. У человека есть своя, образно выражаясь, позиция. Есть своя позиция. И он, человек, свою позицию менять. Да? Ну, менять он ее, скорее всего, не будет. Вот. Ибо... Ну, а зачем? А зачем меня свой позиция? Если, в принципе, в принципе, его все устраивает. Если, в принципе, у него нет мотива, нет мотивации. Понимаете? Вот. Мотивации что-либо менять сейчас, на данный момент, у него нет. А это значит, что дальше он будет, ну, действовать, по сути, так же, как действовал до этого. Вот. И, может быть, он вам был дорог, может быть, вы его любили, может быть, это все и действительно имело место быть. Вот. Может быть. Но, на данный момент, человек такой. То есть, вы просто не знали, вы не видели, что это за мужчина, да, и какие у него особенности. Вот. Теперь, теперь же вы знаете, теперь же вы видите, теперь же вы отдаете, себе в этом отсчет, и теперь вы знаете, как и что вам больше делать. Вот. Ну, я имею в виду с этим. Вот. Понимаете? Вот и все. То есть, реагировать на это, безусловно, нужно спокойно. Потому что, как бы вы на это не отреагировали, да, мужчина, он все равно останется при своем, при своем. мнении и на своей позиции. А если будете реагировать негативно, да, это еще больше убедить его в том, что он, ну, например, правильно поступал, допустим. Да. Да. Хотя, понятно, что поступает он неправильно. Ну, то есть, по крайней мере, вот во второй части, да, предложения, где, ну, во второй части вашего предложения, где вы вот рассказываете, да, о том, что он начал вас там ревновать и прочее. Вот это, конечно, уже не то, чтобы даже неправильно, да, это скорее деструктивно, просто деструктивно. Вот. И это говорит о том, что у него есть определенные проблемы. Вот. То есть, если позиция финансовая, это все же позиция, то есть, это выбор человека, да. Вот. Это может быть, ну, это может быть не очень хороший выбор, да, это может быть выбор, значит, ну, это может быть спорное решение. Вот. Вот. Но это решение, по крайней мере, это решение. Вот. Это решение его. То, то, что происходит дальше, что-то происходит в дальнейшем, это не решение, не решение уже. Вот. А это просто свидетельство, свидетельство о том, что у него есть трудности. Трудности. Трудности с, э, уверенностью в себе, сложности с уверенностью в себе. Ну, вот. И, соответственно, из-за этого он и заставляет вас оправдываться. Вот. В свою очередь это может говорить о том, что он и финансовый вопрос решает так же, ну, то есть, таким же способом, да, таким же образом, по этой причине. То есть, он, он пытается, значит, сделать так, да, чтобы вы, там, делали для него что-то, чтобы вы, там, занимались чем-то, вот, чтобы вы, там, ну, грубо говоря, содержали его, помогали содержать. Вот. Вот. А всё это делается, опять же, по причине того, что он боится, может бояться, что вы его, может, как-то обманете или что-то ещё делаете. Вот. Понимаете? Понимаете? Какая история. То есть, если бы, если бы, если бы, если бы, была бы только история финансов, да, если бы была история только финансов, то, ну, можно говорить о том, что у человека просто такая вот позиция. Да, ну, не очень популярная, но позиция. Вот. А так, если он ведёт себя, вот, таким образом, вот, то мне кажется, мне кажется, что вы просто выбираете себе мужчину, который будет за счёт вас пытаться самотвердиться. Вот. 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 Почему у вас сомнения относительно того, что вам дальше делать? Большой вопрос, кстати говоря. Да. Почему у вас сомнения относительно того, и что вам дальше делать? Ибо вы считаете, например, что заслуживаете, допустим, отношений вот таких, ну, вот таких, я имею в виду, как бы подчинённых. Вы считаете, что это то, чего вы достойны? Если да, то насколько вам комфортно в таких отношениях. Понимаете? Вы говорите, что у вас есть своя квартира, и что вы её не бросите, и так далее. Это значит, что подобная позиция, подобная позиция не очень вам лучше, я имею в виду, подобная позиция подчинения. У нас здесь совершенно очевидно, что такого рода отношения не для вас. И вам нужно это просто принять. Вот такое типа отношения не для вас. Любовь, любовь это хорошо. Любовь это здорово, любовь это прекрасно. Но важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно, а вы себя так, ну, ничего не чувствуете. И не почувствуете, потому что это будет продолжаться и дальше. То есть человек, который контролирует, да, человек, который пытается контролировать, он будет продолжать. Как правило, люди, как правило, начинающие контролировать, да, они продолжают, они не могут остановиться. Потому что контроль это то, что затягивает, к сожалению. Понимаете? Поэтому решать здесь, я считаю, исключительно вам. Вот, что делать здесь, я считаю, исключительно вам решать. Вот, мы вам можем, мы вам только можем помочь определиться с решениями. Вот, мы вам можем помочь только увидеть, что делать дальше. Вот. Но мы за вас, конечно, не решим эту историю и эту ситуацию. Вот. То есть решать вам ее нужно самой. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне эти вопросы в личку. Я буду рад помочь вам. Буду рад ответить вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.